здравствуйте дорогие друзья это студия акварельного творчества цвет воды меня зовут ольга оснач и я художник сегодня я хочу предложить вам повнимательнее рассмотреть этикетки ваших акварельных красок да я говорю об этих маленьких кусочках информации которые вы можете найти на ваших тюбиках или на ваших киветах и которая может значительно улучшить качество вашей живописи поэтому берем увеличительное стекло и давайте разбираться с этим вместе ну во первых не все нет не йогурты не все краски одинаковы для понимания того насколько краска хороша или нет нам важно знать о ней хоть что-то если на этикетке вашей краски указана только основная информация такая как название цвета возможно это не профессиональные краски некоторые краски вообще могут быть без этикеток и можно предположить что они не очень хорошего качества хотя конечно бывают исключения отсутствие информации на этикетке затрудняет сравнение красок особенно между разными брендами ведь у каждой компании своя система но волноваться не стоит сегодня мы пройдемся по основным отличиям и информации в этом видео должно быть достаточно для того чтобы вы могли сделать наилучший для вас выбор но сначала давайте посмотрим на краски одна из первых вещей которые мы замечаем это название некоторые названия очень простые красный синий желтый но вы понимаете но самое интересное начинается когда вы видите не совсем привычные слова такие как кадмий или хинокридон эти названия не просто красивые они много говорят о составе краски например кадмий это тяжелый металл который делает красные желтые и оранжевые цвета очень насыщенными ахинокридон это современный пигмент усиливающие красные желтые даже коричневые оттенки понимание этих названий помогает вам предвидеть как краска будет себя вести на бумаге также полезно проверить оригинальные карты выкраски в магазине художественных материалов так как иногда цвет на этикетке может не совпадать реальным оттенком рядом с названием цвета можно увидеть номер или букву серии это способ для компании классифицировать краски по цене чем ниже серия тем дешевле краска а более высокие серии означает более редкие или дорогие пигменты но дорогая краска не всегда означает что она лучше некоторые пигменты просто более редки и производство таких красок обходится дороже обычно можно найти более дешевые аналоги дорогих цветов так что лучше покупать дорогие краски если вам действительно нужен именно этот конкретный оттенок также рядом с серии можно найти информацию о стойкости краски обозначение того насколько краска устойчива к выцветанию со временем теперь давайте углубимся немного дальше в информацию о пигментах если указан только один пигмент перед вами одна пигментная краска которая отлично подходит для смешивания такие краски яркие чистые и при смешивании с другими красками грязь в работе появляется редко если указано несколько пигментов то перед вами такой удобный цвет он заранее смешан чтобы сэкономить вам время отлично подходит когда вам не хочется каждый раз заново смешивать один и тот же оттенок но если вы чувствуете себя достаточно смелым то вы можете самостоятельно смешать почти все цвета с помощью красок с одним пигментом теперь поговорим о светостойкости это показатель того насколько устойчива краска к выцветанию под воздействием света большинство брендов используют систему звездочек или буквенное обозначение для отображения светостойкости краски если вы работаете над картиной которую хотите сохранить на долгие годы обращайте внимание на этот параметр но для практики или работы в скетчбуке это не так важно следующий пункт это укрывистость или прозрачность большинство акварельных красок созданы так что при нанесении на бумагу они остаются прозрачными и мы можем видеть бумагу под слоем краски но некоторые цвета особенно содержащие черные или белые пигменты могут быть более укрывистыми непрозрачными разные бренды могут использовать разные символы для того чтобы это обозначить но чаще всего это пустой перечеркнутый или закрашенный квадрат так что обязательно проверьте этот параметр тоже следующий символ означает интенсивность пигмента по сравнению со значком прозрачности он реже используется на этикетках но часто имеет схожий дизайн где фигура либо закрашена либо оставлено пустой указывая на то насколько окрашивающим является пигмент это говорит о том насколько сильно краска въедается в бумагу если вы часто используете приемы вымывания на это тоже стоит обратить внимание этот символ иногда может отображаться в виде английских букв ст еще одна буква которую можно встретить на этикетках это буква джи она указывает на гранулированность краски этикетка также может содержать информацию о связующем веществе если указан гумиарабик это хороший знак краска качественная в дешевых непрофессиональных красках часто используются другие связующие вещества помимо всех этих параметров на этикетках также могут быть указаны бренд логотип информация по сертификации информация по переработке адрес производителя и конечно же бар код давайте подытожим опираясь на то что мы обсудили в этом видео я составила список самых важных на мой взгляд параметров при выборе акварели во первых это название краски и бренд второе серия далее укрывистость или прозрачность краски четвертое светостойкость 5 информация о пигменте 6 степень интенсивности краски и и седьмое интенсивность и грануляция ну вот и все этикетки на акварельных красках содержит массу полезной информации как только вы научитесь ее читать вы сможете принимать более осознанное решение при покупке красок и неважно хотите вы приобрести просто очень хорошую 1 пигментную краску идеально подходящую для смешивания или просто хотите узнать не побледнеет ли со временем ваша акварельная работа умение читать и понимать этикетки придет на помощь если вам было полезно это видео не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал для доступа к дополнительным советам подсказкам и титориалом по акварели творите любите себя в творчестве это студия цвет воды меня зовут только оснать мы увидимся в следующем видео